Теперь я чувствую себя хорошо. В последние 6 месяцев в России я был довольно плохим. Но дело в том, что это было немного слишком слишком на высоте, с новыми в России, что я должен умирать. Сегодня я чувствую себя хорошо. Это немного тяжело в моих ногах. Но головка хорошо и все хорошо. Это прекрасно. И что я могу сказать? Какие ваши основные памятники? Какие времена вы провели в России в Москве? Я только хорошие памятники от Москвы. У нас были хорошие годы. У меня было много друзей. И мы победили в Лиге два раза. И в Купе один раз. У нас были трофеи и мы играли хорошим футболом. И это футбол, который я не знал в России, это был хороший момент в моей жизни. Что ты смеешь в Москве после вы вышли в Купе? Конечно. Я следую в Сиске и я увидел результаты. Я не видел много игр в этом году, но я смотрю в Москву. Это очень хорошая клуба. Понтус Венбрум оставил ССССР. Ты в контакте с Понтусом? Может быть, он расскажет вам о СССР. СССР после Юлифа? Нет. Но я говорил с ним раз в несколько минут. И, несмотря на то, что он уничтожен. Но он хороший игрок. Он хороший человек. Он хороший человек. И я желаю ему и СССР всего лучшего. В любом случае. Но я не говорил с ним в несколько недель. Но... Но... А ты знаешь о изменениях? Что случилось с СССР? Очень много игроков в своей карьере. Игнашевич, Березу, Березу. Все братья. Да. Это были люди, которые я играл с ним. И легенды клуба. И... Игорь. Но... Игорь. Игорь. Но... Игорь. Как я уже говорил. Их aún делают результаты. И играют хорошо. Игорь. Это место. Но, в общем, это не все. Стоятых игроков людей не найдут. Это хорошие друзья и хорошие игроки. И, в общем, это сложно найти. И... Что peux ты сказать с победонами в СССР? Что СССР у К Реал Мадриду нет? Темнотир. И мы знаем, что СССР всегда у нас сильная команда. Сейчас они имеют много молодых и талантливых игроков. Поэтому, почему не? Это всегда хорошо победить Real Madrid. Вы видели матчи в 2018 году в России? Да, это много игроков. Много игроков. И что ты можешь сказать о Свеции? Свеция получила очень хорошую победу в России. И в России они тоже играли очень хорошо. Я знаю каких-то ребят, как Фернандес, Игорь, Тагоев. Это было хорошо. Я тоже следил в России. И в Свеции, конечно же. Ты не знал, когда ты видел Сестерлия Игнашевича в World Cup? Он был в 38 году. Я никогда не знал, когда я видел Игнашевича. Физически он сильный. Он прекрасный. Он знает, как заниматься. Он хороший игрок. И, конечно же, он должен быть там. И что ты можешь сказать о игре России и Шведеции в новом Ифар-Торнаменте Лиге 9 Наций? Это тяжелые игры. И в Свеции были немного счастливы. И иногда были какие-то болезни. Но когда они играли против Свеции. Это всегда тяжелые игры. Может быть, вы знаете игрок Александр Головин? Он был в СССР и сейчас играет на Нако. Что ты думаешь о его? Он самый лучший игрок. Он имеет все. И его тачка невероятно. Так что... У меня только хорошие вещи, чтобы сказать о нем. Он хороший игрок. Андрес Гранквест уничтожил Краснодар после World Cup и БФ World Cup. Но в Краснодаре сейчас Виктор Квассен и Кристоф Росен. Что ты говоришь об этом игре в Свеции? В Кристофе и Кристоф Росен. В Кристофе и Кристоф Росен. В Кристофе и Кристоф Росен. В 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 Кристоф Росен. Что ты думаешь? Я не знаю. Я не знаю ничего о нем. Я не хочу сказать ничего. Но я знаю от Павла. Он смешный человек. Он хороший ребенок. Но я не знаю. И последнее. Может быть, Вы скажете какие-то слова для ЦСКА Москва? Может быть, «Hello Russia» или «ЦСКА» будет номер один? Что-то, почему ты любишь это? ЦСКА – это хороший клуб. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. И в футболе, когда мы были там, мы были хорошими командами. Мы были много успехов. Я не знаю каждый день. Я желаю им все-таки лучшего.